Воспалительные заболевания кишечника Есть два основных метода. Это с подготовкой, когда мы чистим кишечник, вводим водичку, смотрим с водичкой и без подготовки. Соответственно, и есть доступы. Это трансабдоминальный через животик, трансректальный, трансперениальный и трансвагинальный. И так и так можем видеть кишечник. Воспалительные заболевания кишечника Это противопоказания, если мы планируем вводить водичку, то есть диагностический раствор. Если не вводим, противопоказаний практически нет, кроме последнего, это отказ пациента от исследования. Опять же, противопоказанием является проведение ирикоскопии на кануне, потому что если мы вводим водичку, жидкость, диагностический раствор, барий, который остается, он будет намешать. Мы видим изображение барийозвеси при исследовании купола слепой кишки. И методика. Методика европейская. Они называют по типу кошения газона. Вот так она выглядит. Тонкая кишка, толстая кишка. Вот пример, как это все выглядит. Итак, в 2014 году Европейская ассоциация суходиагностики в медицине и биологии создала группу, которая в 2017 напечатала гайдлайны. В прошлый раз мы рассмотрели с вами нормальную анатомию технику осмотра, сегодня воспалительные заболевания кишечника. То есть продолжим. Воспалительные заболевания кишечника. Помним, это болезнь крона и язвенный колит. Рецидивирующие хронические заболевания кишечника с наличием диареи и боли в животе. Проблема. 5 миллионов пациентов в мире. Статистика по Украине. 16-й год. Точное количество больных язвенным колитом и болезни крона неизвестно. Зарегистрированных пациентов. Болезнь крона 1000 человек, чуть больше, то есть 5,6 на 100 тысяч. И неспецифический язвенный колит 9 тысяч, то есть 21 на 100 тысяч пациентов. Болезнь крона. Хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта. Неясная этиология, характеризующая трансмуральным распространением воспалительного процесса и развитием местных и системных осложнений. Этиология неизвестна. Что нас должно интересовать, это локализация. Элеоцикальная область 45%, максимальный отдел тонкой кишки 30% и толстая кишка 25%. Итак, как же выглядят вот эти самые гайдлайны, то есть рекомендации по болезни, по воспалительным заболеваниям кишечника. Первое. УЗИ кишечника рекомендуется использовать для обнаружения воспалительных заболеваний кишечника при первичном выявлении, а также для оценки местоположения, активности и возможных осложнений. То есть рекомендации нам позволяют это делать. Трансфордональное исследование без подготовки, терминальный отдел тонкой кишки. Здесь мы видим практически неизмененную тонкую кишку, здесь утолщение стенки. Это раннее проявление, ранние признаки болезни Крона. Опять же, трансфордональное исследование. Толстая кишка, печеночный угол, опять мы видим утолщение стенки. То есть это болезнь Крона толстой кишки. Это пациенты, которые пришли на первичный прием, на исследование брюшной полости. Им случайно были выявлены такие изменения. Да, у них были жалобы, но опять же, они пришли на органы брюшной полости, не прицельно на узи кишечника. Болезнь Крона. Эхосемиотика. Неравномерное толщение стенок до 4-15 мм. Утолщение за счет всех слоев трансмурально. Гипервоскулизация слизистой стенки. Часто нарушение слоев стенки. Это характерно только при болезни Крона. Преимущественно поражение терминального отдела подвздошной кишки. Злаженность гаустер и частое возникновение осложнений, свящей абсцессы, которых не бывает практически при няке. Опять же, трансмуральное исследование. Утолщение стенки. Трансмуральный отек. И здесь также трансмуральное исследование без подготовки. Тонкая кишка. Еще варианты, еще примеры визуализации. Опять же, исследование без подготовки. Также мы видим утолщенные стенки. Здесь просвет. Это стенка кишечника утолщенная. Также утолщенный трансмуральный отек. Просвет. Это также стеночка. Полискрона толстая кишка. А симптом мишени, симптом кокарды, симптом бычьего глаза, псевдопочки, то есть классическое изображение, утолщение стенки, можно сказать, равномерное с сохранением здесь послойного строения. Также вот так это все выглядит. Это была болезнь крона толстой кишки. Также случайно выявлено при обзорном исследовании. Пациент лечил при данной ситуации гастропатию. Еще примеры. Трансмуральное исследование без подготовки. Тонкая кишка. Усиление гипервоскулизации стенки. Спектр, как любит учитель. Еще варианты. Второй критерий, что нам говорит. Утолщение стенки кишечника, измеренное при УЗИ, может быть использовано для диагностики болезни крона. В частности, при локализации в тонкой кишке. Конечно, когда я говорю фразу проктологам, они ухмыляются очень. Я их понимаю, потому что даже при наличии и внецкоке биопсии, и колоноскопии, им сложно поставить диагноз, а мы хотим с помощью УЗИ все решить. Но критерии нам разрешают это делать, хотя бы даже предположить. То есть сделать предположение или эхопризнаки вот такого заболевания. Дальше. Утолщение стенки кишечника больше 3 мм. Измерение с помощью УЗИ. Они рассматривают как пророговое значение при болезни крона. В данной ситуации чувствительность 89%. Больше 4 мм. Они уже дают специфичность 96%. Довольно большие цифры. Клиническая активность при болезни крона коррелирует с толщиной стенки кишечника и может быть оценена с помощью УЗИ. Это, конечно, более интересно для клиницистов. Следующий критерий. УЗИ кишечника может выявить сохраненное или разрушенное послойное строение утолщенной стенки кишечника при болезни крона. Локальное или обширное разрушение слоев кишечника может быть обнаружено при УЗИ и предполагает значительные изменения, возможно, с изъязвлениями. Утолщение стенки кишечника и нарушение послойного строения указывает на более высокий риск хирургического вмешательства. Допиография крупных брюшечных сосудов. Кишечник неинформативно, не используется при оценке при болезни, при ВЗК. Спектр меняется, но он не несет какой-то нам информации по поводу активности процесса. Цветовая доплерская картинка стенки кишечника рекомендована для оценки активности болезни крона. То есть мы обязаны смотреть, включать доплер и видеть измененные стенки и усиленный кровоток в этой стенке. Опять же, многое зависит от аппарата, от настроек доктора, от настроек доктора. УЗИ кишечника с контрастным усилением можно использовать для оценки эндоскопической активности. Это европейские данные. Опять же, практологи и эндоскописты очень удивлялись, ухмылялись этой фразе. Но если будут контрасты, то они могут заменить в какой-то мере эндоскопию. То есть оставить конкуренцию эндоскопистам. Ну, методы, параметры контрастного усиления, они индивидуальные. Оригинальная приживечная лифоденепатия является частой, но не специфической в ранней диагностике болезни крона и может быть обнаружена при УЗИ кишечника. То есть не специфические критерии. Инфильтрация висцеральной желудоклетчатки может быть обнаружена при УЗИ в виде повышения ахогенности по типу эффекта в виде массы обвертывания вокруг пораженной кишки и отражать клинические и биохимические показатели заболевания. Опять же мы видим толщину стенку, повышение ахогенности в виде обвертывания. То есть это реакция окружающей живой клетчатки, инфильтрация. Свободная жидкость в брюшной полости может быть обнаружена и является не специфическим критерием при УЗИ. Также может наблюдаться увеличение аппендикса при болезни крона, обычно в сочетании с терминальным илиитом. У меня, честно признаю, всегда был один случай, когда я написал острый аппендицит, там оказалась болезнь крона. Хорошо, что хирурги сориентировались и не прооперировали вовремя. Стенозы могут визуализоваться в виде сегмента утолщения с пристенотическим расширением и сужением просвета. Опять же, пероральные диагностические растворы могут применяться для улучшения визуализации стенозов. Нарушение послойного строения и усиленный кровоток говорит о более воспалительном характере стеноза и нарушение послойного строения и, скажем так, сниженный кровоток может говорить о больше выраженном фиброзе в стенке кишки. Что касается фиброза, опять же, эластография. Гайдлайны разрешают нам применять эластографию для оценки жесткости стеноза измененной стенки при болезни крона. Да, жесткость стенки повышается, но мы пошли дальше. Мы получили корректную сдвиговую волну в неизмененной стенке сигмовидной кишки. Пока это первая работа, но, может, дальше будут наработки более интересные. Но это получилось в неизмененной стенке толстой кишки. А фистулы при болезни крона могут визуализироваться как гиперхигенные участки с пузырьками воздуха или без них. Вот то, что интересно для радиологов. УЗИ может применяться с высокой чувствительностью до 87% и специфичностью аж до 100% сравнимой с КТ-МРТ для обнаружения свящей при болезни крона. Опять же, это европейские данные. Ну, обычно радиологи тоже здесь делают ухмылку. Может, они и правы. Абсцессы могут быть обнаружены в виде скопления жидкости и пузырькового газа. Эхоконтрасты улучшают визуализацию абсцессов. И опять же, чувствительность УЗИ до 100% может быть при абсцессах при болезни крона. Калит. Также хронические заболевания. Больше поражаются леводелы толстой кишки, неясной теологии. Эхосемиотика. Неравномерное утолщение стенок. До 12 меньше, чем у крона. Утолщение только слизистого и подслизистого слоя. Мы помним, что у крона – это трансмуральное утолщение, отек. Гиперваскулизация. Сохранение дифференциации стенок на слои. При кроне часто оно нарушается. И преимущественное поражение леводелы толстой кишки. Отсутствие гаустрации и гиперхогенные включения в стенки. Язвенный дефект – это то, что не наблюдается при болезни крона. Следующий критерий гласит так, что УЗИ кишечника можно использовать для оценки утолщения стенки толстой кишки, которая обычно присутствует при активном, неспецифическом язвенном коните. Трансмуральное исследование без подготовки. Мы видим утолщение толстой кишки. Это сигмовидный отдел. Еще варианты визуализации. Неспецифический язвеноколит. Тоже симптом кокарда, симптом бычевого глаза, мишени. Сходные, конечно, с кроном изображения, но так выглядит няк. Еще варианты визуализации. Исследование трансмуральное без подготовки. Линейный датчик. Мы видим утолщение стенок, повышение гипероскулизации. Наверное, не видно, но вот так вот выглядят гиперхогенные включения, которые рассматриваются авторами как язвенные дефекты. Трансректальное исследование с диагностическим раствором. Мы видим утолщение стенки. Так вот выглядит неспецифический язвеноколит при трансректуальном исследовании. Стеночка, жидкость, датчик. Трансректуальное исследование. Сигмовидный отдел ободочной кишки. Утолщение стенки. Равномерное сохранение послойной структуры. Следующий критерий. При активном, неспецифическом язвенном колите послойное строение сохранено. За исключением тяжелых случаев. Это один из критериев диагностики прикрона. Прикрона часто нарушается. Усиленные доплеровские сигналы утолщенной стенки кишечника при днях, которые можно наблюдать с помощью УЗИ, следует интерпретировать как признаки активного процесса. Мы видим утолщенную стеночку и усиленный кровоток. Опять же, эхоконтрасты. Подчеркивает воспалительную гиперваскулизацию стенки кишечника. Это можно использовать для оценки ответа на терапию. Это, конечно, больше интересно для клиницистов. И вот последний критерий. УЗИ можно использовать для дифференциальной диагностики болезни крона и неспецифического язвенного колита, опираясь на локализацию, степень утолщения стенки, мы помним, прикрона на большее, сохраненность послойного строения прикрона чаще нарушается, поражение висцеральной жировой клетчатки, есть, опять же, только прикрона, и наличие осложнений, которые бывают в основном прикрона. УЗИ может выявить специфические изменения кишечника, главным образом участок поражения и параколитические изменения. Мой любимый слайд, я всегда говорю, мы научились делать эластографию печени, стеатометрию, доплерографию, но что творится в кишечнике, иногда мы не знаем. То есть это до сих пор остается для нас слепой зоной. А проблема в том, что на УЗИ приходит в брюшной полости много пациентов, последняя статистика около 2 миллионов в год. И они все приходят с разными стадиями и колоректального рака, и воспалительных заболеваний кишечника, и других заболеваний. И все это нужно смотреть. Опять же, при отсутствии скрининга подавляющее количество патологий кишечника остается без внимания врачей УЗИ. Я всегда говорю, обязательно при обзорном исследовании брюшной полости смотрите кишечник, чтобы не пропустить патологию на важной доклинической малосимптомной стадии. Стандартные возможности проведения обзорной УЗИ пациентов, попавших на исследование, делают его экономически выгодным, приемлемым для пациента. То есть пациенты любят УЗИ и с удовольствием ведут на органы брюшной полости. Поэтому не забываем ставить датчик на кишечник, там много интересного. Спасибо за внимание.